всем доброго времени суток всем привет сегодня приготовим курдник подготовим три начинки для первой нам понадобится яйца я отправила их естественно холодную воду они мне уже закипели рис грамм 200 промываем заливаем холодную воду вода у меня тут литр отправляем на плиту как закипит варим минут 18-20 не больше 20 минут зелень порадоваться грамм 20 лук зеленый грамм 10 петрушечка карри с пол чайной ложки соли по вкусу с пол чайной ложки черный молотый перчик рис закипел прикрутили конфорочку варим минут 20 яйца кипят уже минут 10 снимаем холодную воду отправляем естественно чистим почистили яйца рис у нас сварился тоже откинули его на дуршлаг по необходимости можете промыть слегка я не промывала у меня все ведь как получилось сварилась отлично вот так и так нарезаем яйца я нарезала у меня камера включилась нарезаем лучок зелень в общем все отправляем петрушечку нарезаем тоже суда мин меленько можете не добавлять если какой-то зелень вам какая-то не нравится но в общем очень вкусно с отделением добавляем карри с пол чайной ложки соль пол чайной ложки перчим по вкусу примерно до 3 чайной ложечки вот так вот перемешиваем начинка готова выкладываем тарелочку отправляем в стороночку и делаем следующую начинку вот так первая начинка готова подготовим вторую я заранее творила курицу целую тут примерно полтора килограмма курицы по весу всего луку нам понадобится 300 грамм соль перец по вкусу масло сливочное грамм 60-70 мы будем обжарить лучок нарезаем мелко люк лучок вот так вот и отправляем все в сковородочку масло сильно не нагреваем шпору не горела только начинать подтаивать масло и отправляем сразу лучок лук жарим до прозрачности особо не выжариваем не высушиваем а курицу мы разделаем то есть мы снимем филе с косточек отделим филе от косточек вот так и так всю курицу смотрим что там у нас лучок делает отлично лучок у нас уже начал тушиться достаточно особо не перетушиваем нарезаем курицу крупными кубиками вот так ну или руками можно разделать все я сразу быстренько нарежу и остальную стороночку лучок готова у нас как видите слегка подрумянился отлично отправляем сюда курицу уже вкусно пахнет солим с пол чайной ложки соли по вкусу берите соль перец также с пол чайной ложки положим хорошо поперчили мясо перемешиваем отлично начинка вторая готова выкладываем на блюдо отправляем в стороночку отставляем готовим третью начинку третья начинка у нас грибы и сметана лук грибы у меня тут грамм 700 две луковицы 300 грамм по весу соль перец по вкусу также берем с пол чайной ложки соли перец щепотку хорошую и сметанку две-три ложки по вкусу масло грамм 60-50 отправили в сковородку масло а пока нагревается мы нарезаем лучок тоже меленько режем вот так и все тоже будем также ужаривать утушивать как и для курицы мы жарили до прозрачности опять же масле чуть подтаял отправляем сразу лук не даем сильно чтобы масло жарилась кого не горела пока лучок жарится нарежем грибочки произвольненько можете мельче можете крупнее резать тут уже как вам нравится я порежу вот так как есть и все и так все грибочки нарежем лучок как видите начал ужариваться утушиваться уже до прозрачности дошло отправляем грибочки и тушим теперь как водичка только начинает выкипать все грибы готовы отправляем сметанку две секунды и снимаем с огня вот видите началась тушиться уже вода жидкость сейчас начнет выкипать это все делается быстро на сильном огне и так отлично жидкость выкипает уже можно добавлять сметанку отправим две ложки столовой сборкой вот так и перемешиваем все перемешали посолили поперчили по вкусу солим и перчим я с примерно с пол чайной ложечки соли положу вот так вот ну и перчик поперчим хорошо отлично поперчили тоже естественно и перемешали все сняли с огня выкладываем на тарелочку даем остыть но мы подготовим тесто тесто у нас будет для блинов и тесто для самого курника то есть для блинов я взяла 4 ложки столовой муки то 100 грамм одно яйцо нам всего пора написать 45 блинчиков щепоточка маленькая соды соли щепота ну и конечно же молочков ровно стаканчик половинку выливаем сразу все не выливаем замешиваем вот так вот и остальное выливаем и без комочков тесто получилось вот так выливаем масло растительное две-три ложки ну две ложки думаю достаточно будет вот так все тесто готово солим в стороночку минут на 20 пока тесто постоит у нас минут 20 мы замесим второе тесто потом уже будем жать наши блинчики замесим тесто для курника тесто у нас будет пресное у нас тут мука 400 грамм яйцо одно кефир грамм 200 220 разрыхлитель в одну упаковочку берем вот так вот высыпаем сразу кефир то есть мы погасили как бы таким образом или чайную ложку соды берете вместо разрыхлителя тоже также всыпаете в кефир погасили соду и вливаем в муку добавляем ложки 3 растительного масла соли чайной ложечки замешиваем тесто сразу все ложкой перемешали вот таким вот образом все рассчитано поэтому я смело замесила а теперь руками замесим такое довольно среднеупругое тесто руками все собираем в комочек не бойтесь что тут кажется вам мало муки или мало жидкости нет все отлично дадим постоять минутки две-три и потом подмесим минут пять на столе и так она полежала минутки три на столе а теперь вымешиваем минут пять месяц до тех пор пока тесто станет не станет эластичным и однородным вот такое тесто должно получится отлично перерезаем на две части подкатываем каждую часть теста отправляем в чашку дадим постоять минут двадцать а этим временем мы пожарим наши блинчики накрываем пленочкой чтобы не присохла не засохла оставляем в стороночку дадим отдохнуть жарим блинчики как обычно жарим я капельку масла для первого блинчика капну на сковородку вот так вот размажем и будем выпекать как обычный и палунчик теста выливаем на сковородку разливаем по сковородке вот таклетом 30-40 и переворачиваем вот так и так мы жарим все блинчики мне не успела показать как переворачивать вы очень вот таки билыми жарим берем паллоне тесто выливаем больше clones от не надо сковородку естественно разогреваем сковородку на сильном огне как бы так и переворачиваем легко быстро просто никаких проблем. Это обычные блинчики, можете делать сладкие, можете делать не сладкие, можете с начинкой делать. Вот такие красивые блинчики получаются. Выпекаем 4-5 блинчиков, не меньше 4, ну не больше 5, я думаю. Вот так, тут все рассчитано, получится ровно 5 блинчиков у нас. Ну что ж, приготовили блинчики, приготовили все начинки. Первая начинка у нас, вторая начинка, третья начинка, в общем, это вторая курица у нас будет начинкой, третья грибы со сметанкой. Блинчики подготовили, 5 штучек Вот таких вот теста у меня подошло У меня два полежала Итак, все подготовили, яйцо подготовим, чтобы смазывать курник Щепотка муки у нас на столе, чтобы раскатывали тесто Берем любую противень, удобную у меня сковородку Смазываем маслом Вы берите свою любимую посуду, либо что у вас там удобное такое Для курника, чтобы подошло Итак, раскатываем тесто больше, чем сковородка Ну, я думаю, в полтора раза будем раскатывать больше Так, чтобы мы могли все это уложить в сковородку И края у нас как бы свисали Ну, я сильно не буду раскатывать Я буду просто прищеплять края, так, чтобы оно не упало у меня в сковородку Вот таким вот образом Вот так вот будем Раз, прилепили на краюшек, чтобы оно держалось как бы Вот так Тоньше как-то не вижу смысла Ну, и вот таким вот образом можно все сделать А теперь выкладываем первый блинчик И выкладываем первую начинку рис с яйцами С веренью Кладем так, чтобы все на блинчике как бы лежало Вот так, поправляем где-то, что-то если упало И все утрамбовываем, как бы слегка, сильно не утрамбовываем Вот так вот Луками прижали, чтобы все как бы держалось Все отлично Докрываем блинчиком То есть все будем укладывать как бы такой горкой Не совсем ровненько, а горкой в сайте Вложили блинчик Берем теперь лишний блинчик, у нас пятый есть Разрезаем его на четыре части Вот так вот Это мы будем закрывать края там, где не будет совсем блин закрывать Вот так разрезали, отлично Теперь берем один кусочек блина, который мы отрезали И закрываем где-нибудь внизу, закрыли блинчик Выкладываем вторую начинку У нас идет уже курица с луком жареным И вот так вот поправляем Тоже горкой, видите, как это получается Вот так, если что-то вниз там упало, поправляйте Ну, чтобы не падало по краям, тут не было Накрываем еще один блинчик Это уже третий у нас идет Также берем кусочек блина Тут у нас уже два кусочка блина пойдут Вот так вот и вот так У нас курицы много, поэтому мы закрыли хорошо Вот видите, все получается вот так И последняя начинка, третья Грибы идут со сметанкой Грибы у нас со сметаной, поэтому они особо, видите, как они Не распадаются, они держатся ровно, хорошо Мы сейчас их поправим Они, естественно, остыли Вот так поправляем и заглаживаем ложечкой И накрываем последний блинчик Все, достаточно Вот так у нас все получилось вровень И последний кусочек тоже блинчик Вот так прикрыли Все отлично, все закрыли Ну, а теперь раскатываем второе тесто Для курнику, которое мы замесили пресное Ну, теперь раскатываем больше, чем первый мы раскатали курж Пласт Раскатали вот таким вот образом Чтобы не порвать его ничего, берем теперь скалкой Вот так на скалку наматываем Чуть-чуть слегка припылили мукой, чтобы не прилепилось ничего И теперь сейчас мы будем накрывать наш курник Ну и уже украшать А теперь ровненько вот так кладем Чтобы свисали края А теперь вот эти края, которые висят Мы должны их туда опустить То есть вот так вот И будем сейчас закручивать красивенько, чтобы залепить первым куском теста Вот так выжимаем туда, поправляем хорошенько Получается вот такая как бы шапка Вот так Теперь лишние края вот эти обрежем Это у нас пойдет на украшение Мы сделаем такую небольшую косичку Ну или что вам там угодно Вот так вот отрезаем И так далее А теперь берем вот эти края, которые торчат Вот там у нас пойдет все на украшение Не выбрасываем А теперь берем эти два теста куска И вот так вместе их соединяем и залепляем Вот таким вот образом Можете вовнутрь залеплять, крутить Можете от себя запрутить Вот так вот, как я кручу сейчас И так залепили по кругу Полностью наш курник закрыли Вот так То есть никаких проблем То есть обязательно главное, чтобы два куска у нас были вместе Чтобы мы вот так вот залепили И вот таким вот образом мы собрали наш курник Рецепт оставлю под видео в описании Также под видео в описании Ссылочка на наш синий канал На инстаграм Заходите и подписывайтесь Духовка разогревается заранее Духовку нагреваем 200 градусов Примерно 190-200 Разрезаем вот таким вот образом Делаем надрез посередине Такую дырочку, чтобы пар выходил С этих кусочков мы сейчас сделаем косичку Подмесим хорошенечко Разрезаем на три части Ну и естественно косичка состоится с трех частей Жгутики такие сделали Ну а теперь мы сейчас слепим косичку Или же, что вам нравится, то и делаем Вот так сложили И быстренько раз-раз и слепили Я особо не мастер, как видите Ну как могу, так умею Как умею, так и показываю Вот так Особо не затягиваем косичку Вот таким вот образом Все потянули И теперь сверху уложим Примеряем слегка Примерно вот так Теперь взбиваем яйца Одно яйцо вернее хватает Намазали А теперь прилепили косичку Сверху опять же помазали яйцом Итак, весь курдник обмазываем яйцом И отправим в духовку на 40 минут 390 градусов 190-200, не больше 200 Отправляем в духовочку Я поставлю вверх-вниз Включила духовку Поставлю на 40 минут Через 40 минут наш курдник готов Сейчас мы его слегка смажем влажными руками Накроем полотенчиком Оставим минут на 10 постоять Потом уже вывалим его из сковородки И вывалим на блюдо Когда он остынет слегка Тогда мы его порежем Вот такой курдник у нас получился Ну что ж, готовьте, пробуйте Всем спасибо за комментарии, за лайки И за ваши добрые пожелания Ай при долине Ай кус калини Ай в ришки тала я вода Ты скажи Ай ты скажи Скажи, Калино Теба Як попала ти сюди Ай, ай попала ти сюди Ай, 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 ай Канадо Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!